Несмотря на то, что ВОЗ пытается уменьшить уровень кесарево-сечения, всё же во многих странах эти уровни очень большие. И тогда женщины, которые, скажем, планируют беременность, и даже те, которые не планируют беременность, сталкиваются с такими понятиями, как, например, ниша рубца после кесарево-сечения или дефект рубца после кесарево-сечения. Что это такое, как мы это диагностируем, и насколько это опасно для состояния здоровья женщины. Если вас интересует эта тема, смотрите это видео дальше. Я доктор Ирина Березовская, и я вас приветствую с себя на канале Витюб. В среднем по всему миру уровень кесарево-сечений составляет чуть больше 27%. Однако, если рассматривать страны и регионы, то, конечно же, скажем, в странах Европы или, скажем, в странах Америки, США, Канада, уровень кесарево-сечений составляет приблизительно 23-24%. Но если брать частный сектор, особенно латиноамериканских стран, а также постсоветских стран, то уровень кесарево-сечений в больших городах это 78%. Это связано с коммерчески выгодным подходом, то есть кесарево-сечение стоит недешево. И, к сожалению, очень часто женщины подвергаются к кесарево-сечению без всяких показаний, только ради того, чтобы заработать вот эти деньги. Но, тем не менее, такие женщины сталкиваются в дальнейшем с какими-то проблемами. И не обязательно все женщины, но имеется в виду, что так или иначе, женщины жалуются, например, на болезненные месячные, на кровянистые выделения, на бесплодие, на обильные месячные и ряд других симптомов со стороны матки, что может ошибочно приниматься за эндометриоз, за спайки и ряд других состояний у оргенитальной системы. В то же время женщины, которые прошли через кесарево-сечение, они, например, заинтересованы еще в одной или даже нескольких беременностях. И им хотелось бы знать, например, состояние рубца, насколько рубцом на матке можно выносить беременность, мало того, еще и рожать самостоятельно, то есть иметь естественные роды. Поэтому женщины как раз в первую очередь обращаются к гинекологам и, естественно, проходят через УЗИ. И вот на УЗИ можно обнаружить так называемый дефект рубца после кесарево-сечения или после операционного рубца, что иногда называют нишей, то есть это УЗИ находки нишей, дивертикулов, карманом или эсмоцелия. Эсмоцелия – это более распространенный метод, предложенный итальянцами, и он часто сейчас используется в медицинской литературе. Впервые дефект рубца после кесарево-сечения был описан в 1961 году, но на УЗИ он впервые был обнаружен в 1990 году. То есть получается, что не так давно, то есть 30 лет тому назад. И с тех пор вот эти находки УЗИ, они накапливаются, накапливаются, и, конечно, больше женщин проходит УЗИ. И оказалось, что практически почти 70% женщин после кесарево-сечения находят вот эти изменения со стороны рубца. Они могут описываться различными названиями, потому что чёткой классификации дефектов после операционного рубца не существует. И в одних заключениях написано ниша, в других написано просто дефект, в третьих – истощение после операционного рубца. Если проводят сонографию, которая не только проводится для того, чтобы узнать, скажем, состояние рубца или полости матки, но и для проверки проходимости маточных труб, то почти в 84% случаев тоже можно увидеть вот эти дефекты рубца. Дальше стоит вопрос, что мы с ними делаем. То есть как мы оценим вообще состояние этого рубца? Здесь можно провести практически два разных направления. Первое направление касается женщин, которые не планируют беременность, но у них есть вот эти жалобы. Жалобы на болезненные месячные, на, скажем, кровянистые выделения, мажущие, причём независимо от дня цикла, или же обильные месячные. И, кстати, ещё может быть болезненные мочеиспускания, то есть какие-то жалобы со стороны мочевыделительной системы. И другая группа женщин – это женщины, которые планируют беременность, и одна часть из них может страдать бесплодием, а вторая часть – они интересуются состоянию рубца, чтобы знать, насколько безопасно планировать, не чревато ли это разрывом матки во время беременности, а тем более в родах, если женщины захотят, ну, скажем, рожать самостоятельно. От чего зависит формирование рубца и, в принципе, качество послеоперационного рубца? Здесь очень мало знаний, но предполагается, то есть мы практически видим, что очень многое зависит от правильности, то есть от техники закрытия, как мы говорим, операционной раны. И если проводят однослойные закрытия, то как раз чаще мы наблюдаем такие дефекты рубца, если двухслойные, то таких дефектов меньше. Также влияет расстояние, вернее, скажем, временное расстояние, то есть периоды между кесарными сечениями. И оказалось, что если это меньше двух лет между родами, ну, имеется в виду двумя кесарными сечениями, то есть больший шанс того, что следующий рыбец будет поврежден больше. Конечно, влияет протекание послеродового периода, наличие воспалений, поскольку у очень многих женщин после кесарных сечения наблюдается остео эндометриид. Это тоже качественно меняет процесс заживления послеоперационной раны и формирование здорового, хорошего послеоперационного рубца. И ряд других факторов. Поэтому, ну, как бы, эта сфера сейчас изучается, поскольку эстмацелия встречается намного чаще, чем это обнаруживали раньше. Ну, и раньше не делались только УЗИ. И предстоит еще много-много исследований и, скажем, принятие решений, как вести таких женщин. Собственно говоря, когда женщины, например, обращаются к врачам с проблемами или с вопросами планирования беременности, то помимо УЗИ, которое делает всегда вагинальный, то есть сейчас лагаричный датчик, и делает его, проводит его сразу после месячных, когда нарастание эндометрия минимальное, можно хорошо увидеть состояние рубца. Помимо УЗИ проводят еще МРТ или компьютерную томографию, но чаще все-таки МРТ, магниторезонансную томографию, потому что можно послойно увидеть строение рубца, что не может определить довольно часто с помощью УЗИ, потому что как бы не всегда удается вывести всю область рубца, она довольно-таки глубоко в малом сегменте матки. И в дальнейшем мы оцениваем толщину как раз дефекта. Обычно на УЗИ это видно как анахиогенная зона, то есть как бы отсутствие практически как мешочек или треугольник, дефект рубца. И оказалось, что минимальная толщина рубца для того, чтобы выносить беременность безопасно, без высокого риска развива, это 2,5-3 мм. А более тонкие рубцы как раз чреваты тем, что может произойти вот разрыв, даже не в родах, а разрыв во время беременности. И конечно же для естественных родов после кесарного сечения важно, чтобы толщина рубца была не меньше 5 мм. Когда у женщины имеются какие-то неприятные симптомы, то естественно желательно провести лечение. И какое лечение может проводиться? У первой категории женщин, которые не планируют беременность, могут использоваться медикаментозные и хирургические методы лечения. Медикаментозные включают обезболивающие, гормональные контрацептивы, также ряд других препаратов, противовоспалительный пример. И они действительно могут оказывать благоприятное влияние. И скажем, чаще всего наличие ниши можно увидеть первый год после кесарного сечения. В дальнейшем рубец может формироваться, улучшаться его толщина и качество, поэтому со временем это может пройти. Но тем не менее, если все-таки симптомы не проходят, и действительно дефект довольно-таки серьезный и тонкий, практически это дефект, ведь в стенке, мышечной стенке матки, это не дефект эндометрия, то мы можем предложить, например, пластику рубца с помощью лапароскопии, лапаротомии, можно также с помощью гистероскопии, и реже через влагалище, то есть оперативное вмешательство через влагалище. Почему так важно, чтобы рубец был хорошего качества? Потому что оказалось, что, например, у тех женщин, у которых планируют беременность, важно не только это в плане профилактики разрыва матки, но если есть дефект рубца, мы видим чаще это врастание плаценты, то есть мы говорим патологическое принадлежание плаценты, также это может сопровождаться не только бесплодним, но и более частыми выкидышами, и потерями беременности, преждевременными родами, поэтому важно как раз оценить все факторы, которые могут приводить к тем осложнениям беременности, с которыми сталкивается женщина. И тоже женщины, которые планируют беременность, могут предложить пластику рубца, то есть улучшить состояние рубца, и, скажем, в дальнейшем она может пробовать беременность, но после пластики обычно уходит от года до двух лет, чтобы этот рубец сформировался по-новому. Конечно же, женщина может столкнуться с другими осложнениями операции, поэтому нужно взвешивать все за и против и объяснять, какие могут быть кратковременные и долгосрочные негативные эффекты после оперативного лечения. К счастью, дефекты рубца на пластике сферосечения встречаются, хотя встречаются очень часто, но тем не менее, как раз симптоматика, вот эти различные осложнения, это не настолько частое явление, поэтому, опять же, не нужно бояться, если вдруг даже нашли какую-то нишу. Если, скажем, толщина этой ниши больше трех миллиметров, то это не опасно ни для беременности, ни для вынашивания беременности, и также вряд ли будут вызывать какие-то негативные, неприятные симптомы у женщины вне беременности. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, и также подписывайтесь на мой канал, потому что на эту тему мы будем говорить еще не один раз, на тему кесаросечения, на тему беременности, и также в своих комментариях предлагайте, пожалуйста, темы для моих будущих видео. Всего вам хорошего, до свидания.